Пользуется с целью переагрить легионку во время дуэли. Сама легионка на него, ну, редко будет нападать, скорее, он будет прыгать либо на неё, либо будет байтить, когда она сама на кого-то нырнёшь, чтобы потом её переключить. Да, такое есть тоже. Это тоже очень хорошо. Хорошо, окей. Кто ещё? Кто ещё? Какие-то... Не, хаоснайты это нет. Какие-то, может быть... Алхимик! Алхимик! Алхимик, да, ребят? Алхимик мы... Это лучший герой. Мы внушали им в прошлой игре Рикимару, в этой игре мы внушаем Алхимика. Алхимик, у него очень классный есть спелл. Минус армор, кстати. Минус армор, кстати, кстати, прошу заметить. Будет теперь не 40, а 34. Он умеет регенерироваться, это А. Он умеет... Против Апаришина. Ну, короче, понимаешь, это Queen of Pain от Ниндзь в пижамах. Короче, не Пейн мне нравится. Мне нравятся их пики. Вот они разношерстные. А у Empire они... Окс, Окс, Апаришин, Окс. Что-то это присталок, ребятам. Ну, Ликантроп, окей. Это как 15 раундов бегать на Б в КСе. И выиграть 15-0. И выиграть 15-0, да. Да-да-да. Потому что типы думают, да ладно, они же не настолько упоротые, чтобы сейчас побежать. И все, они опять бегут, они опять берут раунд. Потом вы думаете, ну все, пойдем, попробуем задефить. Да. Хорошо. Типы опять, раш на Б. Опять взяли раунд. Думаешь, ну ладно уже, раз ничего не поделать, будем играть как обычно. И так далее, и так далее. То есть, получается, они берут, они выигрывают. И стратегия хорошая. Йоку уже научился. А правда в прошлой игре у него дважды, кстати, он не пробил. Нервничал. Я уже думал, что насколько опытный Акс должен пробивать вообще всегда. Ну вот опытный Акс и опытный игрок, это, видимо, разные вещи. Потому что на Аксе, да, может, он и часто играет, но вот... На опытных игроках редко, да? Неопытные игроки редко играют на Аксах или что-то имешь на Аксах. Я имею в виду, что вот какой опыт ланов выездных вообще у Йоку? Вот как часто он бывал на таких турнирах? Вроде бы не слишком часто. Поэтому, возможно, есть какой-то, не знаю, мандраж. Мандраж, да, ладно. Рубен Валерьевич на спике. Рубен Валерьевич. Рубицк. Рубицк. Рубицк хорош. Есть Блинг Квапы, есть Шлоу Грейв Дазла, есть ультимативная способность Квин оф Пейн. Есть много чего. Воровать реально есть что. Нужно Гу украсть, например. И бегать Гу-кать. И бегать Гу-кать. Ну, Рубик для Санейко... О, понесло. Да, Рубик для Санейко, отлично. Вообще, для Алохи, для Алохи, конечно же. Он же играл в Empire, блин, недавно. Ну, месяца два назад. И где он теперь? Ну, в ПР где? Ну, нет его уже. Блин, короче, я не знаю, что меня вообще дернул сказать Санейко, если я хотел сказать Алохам. Да ладно. Эмбер. Эмбер для Нипол. Ну, это опять три довольно неплохих героя у них есть. Уже. Типа да. Осталось добрать второго саппорта. У Империи пока карты не раскрыты. Мы знаем, на ком будет играть. Вот так вот. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Появляется. Это для Сайлента, скорее всего, Дум. Он любитель на керри-думе покатать. Ну, явно не для Резоля. Хотя Резоль тоже может. Может же. Может, в теории. А он все может, если захочет, в принципе. Но в мид Дум против Клопе, мне кажется, не самый лучший вариант. Поэтому мы, скорее всего, видим здесь другого героя. Думаешь? Да, вот нам подсказывают еще, кстати, что Йоку на Думе тоже покатывал местами. Дважды покатывал и дважды выигрывал. А Акс от Сайлента, но, кстати, Сайлент тоже на Аксе может. Да я верю. Да. Ну, Йоку более надежно, скажем так. Сайлент на Думе тоже довольно много отыгрывал. Но Дум хорош тем, что и Эмбер, и Клопа ему говорят, спасибо, мы спать и умирают. Не, просто Думу, если он захочет вырубать Бристлбека, нужен очень быстрый Аганим. Так как, ну, с тех самых пор, с недавних патчей, Дум без Аганима пассивки не вырубает. Следовательно, а Бристлбек это здоровенная ходячая пассивка. То поэтому без Аганима будет очень тяжело. Но я думаю, что прекрасные Аганима это понимают, и Аганим появится первым, наверное, даже артефактом. Здоровенная ходящая пассивка. Ну да, да. Обозвали Бристлбека. Ну так и есть. Не, ну типа да. Так и есть. Хожу и делаю пс-пс-пс-пс-пс просто на всех. Фантастика просто. Ну что, ласт пик, ниндзя с пижамас. Что возьмут шведы сейчас? Давайте дождемся. 25 секунд у них есть времени. 3 секунды резерв тайма также имеется у шведского коллектива. Последний пик. Это будет второй саппорт. Это Undying. Это зомби. Братан. Да. Undying, Dazzle, Бристлбек. Сложная. Фу. Изи вообще. Просто за 7 минут доходят до Т3. За 7 минут. За 8. До их Т3? По другой линии? Короче. Вот хороший пик. Инвокер. Вот Team Empire. Ну вот имперцы тоже решили такие пик. И говорят, ну вы там что-то свою короночку какую-то решили показать. Давайте и мы возьмем вот сейчас резалюшу на инвокере. Несколько наших короночек. На думе. Да, да, да. Ну что. На рубике Аксе. Алоха на рубике. Это один из лучших героев Алохи. Опять-таки по статистике. Один из лучших героев Йоку. Это Акха. Хотя смотри. Сайлент с Йоку еще не разобрали героев. Так что может быть. Нежданчик. И будет у нас дум-дум-дум-дум-дум. Бай Йоку. А Сайлент сыграет на Аксе. Вот нам Сайлент и Алоха на экранах ваших. Как раз чуть дальше флай. Дальше резолюшн. Он спрятался Йоку там за резолюшном. Широкий вырос резолюшн. Оденьте ему на голову, на уши. Вот к чему хорошая жизнь приводит. Да. Да. Сказали два типа, которые скоро в кадр влазить не будут. Это ты вообще вот это на НСа что наехал-то, а? И Ярик такой, что? Что? Где? И я тут при чем, да? Ну что, ребят, возможно, последняя игра сегодняшнего дня. Если все пойдет по накатанной и по традиции этих финалов, все-всех 2-0 будут убивать. У нас когда-то был такой турнир с собой, помнишь? Дримхак у нас был. Да, Дримхак. Но там, правда, было бы 105, все-всех по 3-0 убрали и все. Ну, от этого игры, да. Матчи слишком долгим не становились, потому что там 3-0. И те обычно за 2 часа заканчивались. Да, да, да. Мы ходили, ничего не делали. Не-не-не-не-не-не. Вот тут не надо. Тогда была эра Мидасов. А, это... Там было по 8 Мидасов за игру. Да, да-да. МПМ мы считали, да, Мидас Перминет. Сколько Мидасов там появлялось за игру. Тогда было весело. Игры тогда были более-менее продолжительные. Но то, что они были все по 3-0. Но я надеюсь, что у нас хоть одна игра, кроме ПР НИП, закончится со счетом 2-1. Ну, либо 3-2 там гранд-финал. Хотя бы. 3-0 гранд-финала у нас давно не было. У нас 3-0... Ты решил полосочку порисовать. Да, я... Увлекательные занятия. Че, это прикольно. Можно вот так делать. Класс. И ездишь такой. Прикольно вообще. А знаешь, что еще прикольно? Что простые зрители в Дота ТВ этого сделать не могут. Чувак, я недавно сидел, комментирую с Дота ТВ. Меня так это бесило, что я не мог рисовать. Ты не можешь нарисовать, да. Что я хотел что-то нарисовать, а у меня не пришлось. Ну, реально, хочешь ты пойти вот сюда, вот, возле Т1 Тауэра и поиграть в христики нолики. Допустим. А в Дота ТВ ты этого не можешь сделать. И все. И как ты поиграешь в христики нолики без Дота ТВ? Я тоже не знаю. Это специально, походу, сделали, чтобы комментаторам не было скучно. Ну да. У нас бывали там 120-минутные матчи, когда мы играли там не только... В морской бой, может, слушай, надо сделать, чтобы время исчезания можно было... А я уверен, что его можно прописывать в консоли. Конечно, можно. И просто расчертить поле. И сидеть, пожить в морской бой. Это реально работает. Не, ну... Да. Вот это советы для 170-минутных матчей. Ну что, 1-0. Эмпайр впереди. Эрос играет на Эмбере. Товарищ Йонасом Фэн будет играть у нас на Квапе. Ханскин будет играть на Андаинке. Силкид сыграет на Дазли. Ну и в сложной Эйп Мазер будет на Бресле. Здесь против Эйп Мазера будет Флай стоять на Парижине. Сайвен на Думе ищет, кого бы скушать, чтобы выйти на линию сразу же. В миде. Вот это вот интересно. Решение, в принципе, правильное. В миде, да, очень интересная ситуация. Почему? Давайте сразу по порядку пройдемся. Потому что у Эмбера спирита есть чудесная способность. Называется она Флэйм Гвард. Которая сейчас нафиг не нужна. Потому что она впитывает магический урон. У Акса магического урона нет. Ну там, в ульте он где-то что-то делает. Так вот. И, естественно, так как у Эмбера очень слабые статы и маленькое количество брони, Акс его режет. Очень сильно режет. Да, и тем более Эмберу нельзя подходить. Не забываем, что он милишник. Это первый плюс этого решения. Второй плюс этого решения это Квапа, который придет стоять против классовексовского инвокера с Рубиком. И даже несмотря на то, что у нее есть два саппорта, ей здесь будет довольно неприятно, скажем так, находиться. Так что вот такие вот пирожки. Да, то есть Эмбер будет в миде несколько ущемлен. Акс будет себя хорошо чувствовать. Да, по поводу магического урона. Там сейчас многие скажут, да у него же горелка есть. Кто горелка качает на Акс? Не будет он качать ее. Подожди, а ультимейт у нее разве не магический? Магический. Ну да, дело не в этом. Но ультимейт он срабатывает по количеству хп. То, что он стоит на линии. И то, чем он дерется, да, в принципе, в основном. Вот и Эре. Эре очень неприятно здесь. Нереально неприятно. 8-2 уже у Йоку. Энтрус Топором бьет Эру. Эра подходит. Сразу идут раскрутки. И тут, конечно, Эмбер в довольно неприятной ситуации. Да, поэтому если у Акса получится настакать как-то пакован крепочков, так, чтобы Эмбер, ну, знаешь, хотел прийти, подобивать пацанов, то, естественно, Акс будет в выигрышной позиции и сможет спокойненько нажимать кнопки участка, например, подойти и нажать. Нет, нет. Эмбер подошел. И вот, хотел, хотел. Да, он хотел. Последнюю секунду отменил, но решил, что по Таврам, наверное, не стоит. Нет, так можно отойти. Никто ведь не запрещает просто нажать кнопку и отбежать в сторону. Просто крипов там было не слишком много, но такое. Но 12-2 Йоку начинает просто отлично. Типа 8-1 Эра, как бы довольно неплохо. Ханский на Топе пытается мешать Resolution, но Resolution тут с Рубиком еще и ворует крипов лесных, там по максимуму запуленных крипов, то есть своих туда еще и отпуливают. Ну, вообще, получается, довольно неплохо у них здесь. И снизу был довольно веселый момент, потому что пока Сайлот нашел подходящего крипа на линии, он дал Флайу возможность подфармить. В итоге Флай у нас получает третий левел, уже третий у Сайлота. В итоге все три линии идут просто на отличную команду Эмпайр. Да, вообще, если посмотреть, вот, ты посмотри в миде, в миде, как же он крутится, еще один оборот, и это минус. То, о чем я и говорил. Вот, Эмбер уязвим против Акса, очень сильно. И вот Акс его реально развел, потому что подходили криповочки, Эмбер там что-то булки мял, хотел вроде рядышком потусоваться, но не получится у тебя так, дружище. Параллельно с Флайсбландом в миде произошел у нас размен на нижней линии, но размер опять-таки в пользу Team Empire, потому что разменяли янче Топаришина на Бристлбека, и, собственно, фрак Драблс Сайлент, и Сайленту, кстати, тут неприятно, и никто ему, наверное, не просит. О, стики нажал, такой, как будто сыр съел, знаешь, то есть был такой коцаный, нечестно. Просто пол топе, на топе, ты смотри, что происходит на топе, на топе, зомби, 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 но его убьют. Убьют, и он резолюшно. Ой, Алоха! И вот Алохи! Что вообще делает? Он жесткий. Во-первых, прикольно, что здесь и Флайс сразу оказался, так что так бы они, наверное, зомбака не забрали. Да, конечно, инвокер погиб, но, опять-таки, это размен, но размен без... Ну, что делает этот Эмбер Спирит? Ты можешь мне рассказать или нет? Мрёт. Он просто мрёт, он реально мрёт. Да ладно, да ладно! И будет ли гореть? Йоку! Эмбер! Просто не крутился, просто не крутился. Не захотел крутиться его герой. Ну, и Эмбер Спирит в итоге зарабатывает абсолютно непредполагаемое беде. Это реально была... Ну, не то, чтобы совсем халява. Да, половина доты халява, Лил. Половина доты — это реально халява. Почему я вспомнил никнейм игрока команды Асос Полар, я не понял. Да ладно. Лолу-то по-украински будет Лил. Погоди. Давай начнём по порядку. Не надо. Не надо сейчас разбираться и вдаваться в детали. Вот-вот, ладно. Не надо. Я тогда лучше просто помолчу. Мне, кстати, флеймгвар действительно штука хорошая, потому что Баттлхангер, как бы, он впитывает, и это уже хорошо. Ну, так, поэтому он и качается на один, ну, типа, чтобы было. С головой хватает, да. Но вдвое его качать сейчас в этой конкретной игре, наверное, спустя нету. Ну, вообще, ну, очень-очень-очень редко. Если бы ставил другой герой, например, возможно, даже в два, а возможно, даже и макшеный был бы этот спл. Если бы был другой какой-то милишник, там, ну, не Мартретка, естественно, потому что она в ножами смогла там крипов как-то добивать. Я тут думаю, какие есть у нас магические сплы у Эмпайр вообще. Есть колд снэп. Круто. Та-та-та-там. Ну, есть там фейтболт. Который и так бьёт по пять, а так он будет. Фейтболт Рубика есть, да, есть там. И всё. Не, ну, есть ещё чилингтач есть, есть айсбласт. Хватает, кстати. Против Аппаришина, да, этот щит будет очень хорошо работать, безусловно. Ну, если бы тебе там, ну, Санстрайк пофиг, да, Дум пофиг. Там, да, там всё пюром либо физухой валит. Ну, ладно. Эру, опять-таки, подожгли. Флэмгварден просто не включает, немножко отбегает. Под Йоку не хочется поставляться. Йоку 28-9. Эра 16-1. Эра линию проиграл. Проиграл очень-очень плотно. Могично. Да, это понятно. Он с Токлапана в топе более-менее имеет неплохой Крепстат 24 на 7. Ну, инвокер 19 на 3. То есть, отстаёт не особо много. Это инвокер по-савексовски. Ты понимаешь, у него не так много дэмэджа. У него даже с фризами урона не слишком много. Ну, а тут поймали Юнасу Фэна. Пытается он уйти. Ну, как далеко этот блинг работает вот с недавних пор. Просто жесть. Ну, вот по таймингу неплохо так распечатывали. Но распечатать только, кстати, получится. Алоха и Резолюшн в разные стороны. Ой, Эбер, хорошо. И это минус Резолюшн. Браво. Вот это, кстати, очень сильно. Слушай, это реально сильно. Потому что, я уверен, не ожидали такой подставы. Ну, и сейчас на нижнюю линию выход. Йоку отлично ловит. Сейчас силки. Да ничего, вышка на него переключается. И просто пополамит. Флай погиб. Эйк Мазера ищет нас Йоку. Он прекрасно понимает, что он где-то здесь не может найти. И не знает. Улетел он уже, не улетел. Ну, да. Тут, скажем, Бристлбэк отдулся. И вот он, Бристлбэк. Да, такой, без печали. Ну, кстати, дум-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А у него есть, кстати, станчик, если что. Ну, типа да. Отменил его дважды. Эйк Мазер. Наверное, стоит это и нажать. Вот, наконец-то. И вот теперь Йоку на Эйк Мазер отборвался. Грейп не поможет. Потому что слэм данку залетает в лицо. Силкид бежать. Здесь же Квапа. Горет Силкиду. Силкид опять в киптаверну. Квапа. Там у Акса, если что, еще есть стики. То есть он реально мог пойти подраться и попробовать еще и третий навалять. Подруги. Ой-ой-ой, как хорошо сейчас подставляется Квапа. Ягр отличный. И это еще один фраг. Трипл килл от Акса на восьмой минуте. Ну, вот это уже ошибки. Грубые, грубые, грубые ошибки команды NIP. Они отдают у них три фрага. Акс получает очень много денег. Он скоро вынесет себе. Ультра-быстрый даггер будет. Ты понимаешь? Да. Потому что, да, у него там сейчас что-то не хватает. Но ты прикинь, он сейчас сделал трипл килл. У него уже есть транквилы, боттл, там, стаут шилд и так далее. И буквально через пару минут все. Это будет, ну, не то чтобы фаталити. Но если Йоку не перестанет вот так бегать, убивать. А он не должен. Я не думаю, что у него есть какое-то жуткое желание прекратить убивать врага. Да, это было бы странно по меньшей мере. Правда, сейчас эра. Неплохо так на лоху напал. Но вынужден отойти. Видит, что Акс не дремлет. Да, Йоку сейчас приобретет блинк. Сразу дальше пойдет выходить в любимый для себя Vanguard. И, в принципе, ну, да, много людей говорят, что Vanguard, так скажем, внизу. Там внизу ведь живет. Но он реально живет. Живучий. Да-да, тут такие побегушки очень любопытные. Еще и с Эдрик воткнули. Очень миленько. Поиски, да. Поиски. Так вот, многие обсуждаются и осуждают, например, Йоку за то, что он берет Vanguard, а не Blade Mail. Ну, в смысле? Прямо он. У нас присутствует аналитик, который, я не помню, вот, Ярослав, это ты говорил или нет? Зачем тебе Blade Mail, если у тебя 40 брони, и тебя все равно никто не бьет? По факту. Но он же стякий боец, его бьют. Ну, так его бьют руками в 40 брони. Ну, магия, да, но просто все врываются и нажимают Blade Mail, когда их бьют с руки в 40 брони. Магия, это само собой. Снизу забрали все-таки Tower здесь, ребята, из NIP. Абсолютно какой-то странный UI приплыл, в действительности. Ему по-хорошему начать ТП читать. Ой, как хорошо, опять действует Йоку. Нападает и осознает, что был неправ в этой ситуации. Но вот здесь Клопа, и у Йоку... Она сейчас тоже поймет, что она не права в этой ситуации. Там же все-таки Йоку. Акс. Хорошо. Втроем. Клопа. Отлично. Йоку. И это минус Йоку. Вот так вот. Ну да, получилось качественно, качественно. У Апариши уже не было маны на ульту, и поэтому... Он ее до этого давал на нижнюю линию сюда, на Т1, которая абсолютно не дефили имперцы. И вот ошибается здесь. За игрока Эмпайр сейчас становится 7-7. По деньгам неплохо зарабатывает здесь НИПы. И, в общем, по деньгам Эмпайр впереди на тысячу. Найтворс. Там 300 экспы. Ну, собственно, игра ровная. Игра абсолютно ровная. Ни у кого нету преимущества. Это факт. Ну вот, а по поводу Вангварда. Вангвард вообще в этой ситуации был бы, в принципе, неплох. Потому что все вот эти вот килл спреи, зомби... Это полумормальная штука. Особенно, когда есть там несколько рейнджовых героев, которые тебя слишком слабо пробивают. Эра. Эра получает Doom. Эри очень больно. Ульта Париж на тоже залетел. Эра погибает. Далеко сошел Сайлент, но он очень ширный. Ой-ой-ой, там просто Сайлент. Посмотри, какой он по повараме для твоей силки, да? Он же он просто сейчас убьет. Йоку, влетает! Ой-ой-ой, мазер, у тебя есть проблемы. Да, это минус два очередных атакса, и он продолжает свое шествие по головам команды NAP. Ну, Сайлент недолго думаю, он увидел, что попадает Ultimate Operation в Эмбера. Сразу же задумил его, включил землю, побежал Сайлент, кстати. Ну, вот просто меня удивляет Doom 8-го левела, у которого Мидаса, который просто прет по Т1 на трех героев. Как будто ему вообще плевать на происходящее. Не, ну он здраво расценивает свои шансы, потому что, знает, у него за спиной там какой-то, может быть, инвокер нарисуется, классовик со стеной. Ну, у него и нарисовались. Акс, Эра, Эри больно, подняли, Эра, ну вот теперь Йоку, Йоку. Так, пытался, пытался, но переоценил собственные силы и вчетвером его тут загасили. А надо понимать, что есть же Т1, и этот Т1 приносит проблемы, потому что на этот Т1 летят люди и люди бьют. Боже, как же все плохо у Эмбера. Это вот этот легендарный артистический Эмбер. Ой, это лучший Эмбер на планете вообще. Не, он обещал, что на следующем StarLadderе... Слушай, он еще до этого обещал, и... И ничего у него не получилось. И ничего не получилось, да. Да, но он обещал еще раз. Когда-то, в рейтинге, я на StarLadderе все-таки выиграю Эмбером, когда-то я выиграю. Папчики? Папчики, в лучшем случае. Возможно. Ну, а эти на Эмбере, я помню, я помню эти матчи легендарные. Так, ну что же. Ну что же, Залюши на инвокере у нас имеет 0-2-2. Но вот Сайленс все покупает, хочет орчит вынести. Это будет далеко не быстрый, это будет просто орчит. Залюши на все-таки со сложной, не забываем, как бы стоял. То есть каких-то претензий ему стоять, наверное, не стоит. Плайд чекает. Наличие Рошана. Ну, да, один из приятных бонусов этой ульты. И команды разбежались. Команды ушли фармить. Так, что купил Дума? Дум купил барабаны. Дум купил барабаны. И мы видим, больше у него ничего пока нет. У него есть мидос. Да, он наформирует. У него есть 2 орб. У него есть неплохой фармительный потенциал. То есть ему формирующий. Формирующий, да. Он топ-1 по нету форсу. Ему вообще почти ничего не надо. То есть ему просто подавай периодически 2 крипа. Он их съедает и уже доволен. Если больше, то вообще замечательно. Акс нападает на... Отсечника на Квапу. Квапу поднимают под хил. И ультани срабатывает. Ой, да ладно, он просто ее закрутил. Еще и Дум на Харске. На Харске уже ничего не сделает. Ульт аппарата хороший. И тут еще будет. Очень хороший. Силки тоже в тавену. Так забавно выглядела эта попытка подхилять. Это круче, чем Рикки Марус Инвиза, друзья. Ну и Сайленд. 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 Уходит трупиком на базу. Вот здесь трупа Сайленд. Плюс для Нипо в итоге. Да, потому что Эмбер денег же заимел. Там немножко. А Эмбер деньги вообще все равно. Все-таки убили важных героев, да? Как бы двух самых важных. Это Акс и Инвокер. Ну блин, вот мне кажется, что Квасовексовский Инвокер здесь был бы... Ну короче, экзортный Инвокер был бы более полезен, чем Квасовексовский. Ну не знаю, я бы так не сказал. Ну Санстрайк под Акса куда-то, я не знаю, хотя бы Санстрайк, да? Ну Санстрайк это типа приквально, но смотри, вот Бристлбэк без маны, например, Даззл без маны, Квапа без маны. Это же просто мрак. Согласен, это тоже неплохо. Да, действительно. Ну поглядим сейчас. Нужно имперцам нормально собраться сейчас и пойти толпой, ну я имею в виду не прямо сейчас, а по возможности собраться и пойти толпой воевать. Через полчаса. Ну за что это уже отдельная тема для разговора. Либо за Рошана, либо за Вышку, либо за, не знаю, за что-то еще, что они там могут себе придумать. Повод это дело такое. При сильном желании его можно придумать. Ну вот Флай, например, в миде погибает. Это совсем плохой знак, когда вот такие соло-фраги достаются керри вражеской команды. Ну да, у Эмбера было ужасное начало, но это не значит, что ему надо отдавать фраги. У него там столь два уже стала. Четыре-два, силки. Даззл бедняга чуть не умер. Алоха с перепугу улетел. Ну что, правильно дело, потому что он погиб 100%. Слушай, там две тамбы. А почему одна тамба не делает зомбаков на других зомбаков? Это были бы зомби-зомби-зомби. Это бы никогда не закончилось. Забабойные? Это просто бы... И дота бы поломалась вообще. Реально, кстати. А что бы происходило, если бы зомбаки на зомбаков вызывались? Лоу. Это странно. А почему они... Ну, короче, ладно. Забейте. Ты хочешь, чтобы дота сломалась, что ли? Ты хочешь, чтобы всё... Не, ну, блин, вот есть одна тамба. Она вызывает зомбаков, когда появляются вражеские юниты. Но зомбаки-то тоже ведь вражеские юниты, поэтому другие зомбаки должны вызываться на первых зомбаков. Всё логично. Что, шестнадцатая минута игры. Пока ничего не ясно. Да, ну и для тех, кто, возможно, только подключился, напоминаем, что это вторая игра серии. И то, что если Империя сейчас выиграет, то они попадают в гранд-финал. Так, для справки. Да, а проигравшие сыграют... Ну, если не проиграют эту карту конкретно, то они будут играть с Асус Пола. Ну, пока... Пока ещё нет никакого повода утверждать, что НИПы уже проиграли. Ещё действительно слишком много может произойти. И смотри, что тоже покупает себе Бристалбэк. Тоже интересный такой артефакт. Ну и по-прежнему. Все ударились фармом. Все хотят побольше слотов. Вроде бы и понятно, но... Вроде бы и не слишком понятно, зачем так. Резолюшн находит людей, поднимает этих людей. И на ЕП очень качественно взрывает. И ульта Парижна. Это будет минус Ханскин 100%. Да, этот товарищ погибает. Ну, а Квапе остается тут секундочка. И она уходит. Дум пришёл, нападает также на Эру сейчас. И по шуту взрыву просто топчет их. Ну, Силкит очень хорошо подстопил. Силкит в итоге не погибает ещё. Эра. Эра ЛВДС. И Эра должен уходить. Эра должен просто уходить. К тебе Резолюшн может его поднять. Резолюшн расстреливает Эру. Эра успеет. И куда-то улетит. Он сейчас бьёт, наверное, не успевает уйти. Но там, в свою очередь, погибает Квапа. И остался здесь только один Бристлбэк. Который пытается, пытается забрать. Фай, Фай, успел уйти из-под Квилл Спрея. Это жесть. И сейчас их Мазер тоже погибнет от ульта. Да. Минус 4. Ну, вот так вот. Вот так вот. Получите, распишитесь. И очень качественный замес для Team Empire. Потому что вот только-только-только всё было ровно. Совсем ровно. Но сейчас имперцы уходят в отрыв. Реально уходят в отрыв. И на графиках это тоже прекрасно видно. Ну, опять же, этот Акс, он продолжает докупать себе хорошие весьма артефакты. Сайлент. Пока что, как мы видим, он не особо спешит с приобретением Аганима. И собирает себе вот эти такие промежуточные артефакты. Да, это Даггер, Мидас, там, Абрабаны. Такое, что просто себя комфортно чувствовать на протяжении всего матча. Не уходит в крайности и не берёт Аганим вторым айтемом. Ну, сейчас, возможно, он как раз над этим и задумается. Потому что время самое то. Да, ну, Empire вышли вот вперёд конкретно. Сейчас уже заметно это. Две тысячи экспириенса, три тысячи... Ой, две тысячи голды, три тысячи экспириенса. Даже больше, чем три тысячи экспириенса. То есть понемножечку они, мы идем, разгоняются, скажем так. Ну, это, конечно, останавливаться ни в коем случае нельзя. Прекрасно об этом знает команда Empire. Прекрасно они это будут исполнять, если им дадут возможность. У Йоку девять фрагов. Опять-таки Йоку, конечно, склепает фраги с завидной частотой. И очень хорошо у него получается. Смотри, на топе Сайлент нападает на зомби. Сразу же вызывает... Ну, зомби должен погирать, хотя нет, есть хил. Ну, я бы хилеру этому сейчас понадобал бы. Непонятный ультимейт Паришина. И мы в итоге видим, что зомбак выживает. А вот у Сайлента... А вот у этих, ребят, проблемы. И это минус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как больно, как больно, как больно. И этого, и этого тоже он уже замахивался. Но это минус все-таки от Сайлента. Три фрага. Так развернись, Йоку. Не-не-не-не-не-не. Там вот это самое верное решение, которое можно было сейчас принять. Минус три. Еще четвертый где-то погиб. Квапа у нас умерла в миде. И в итоге зарабатывает еще очень много денег. И очень много экспы, ребята, из Empire. Вот этот Акс. Этот Акс не зря первый пик. Реально не зря. Вот Йоку полностью оправдывает то, что этого героя забирают для него в первую очередь. Потому что этот герой сейчас уже не первый матч. Он делает игру для Империи. Совсем не первый матч. Йоку на нем очень хорошо себя показывает. На Империи после предыдущего неплохого замеса организовали второй. И, следовательно, разрыв по общей стоимости героев продолжает расти. И это может скоро перерасти. Вот ту самую критическую массу. Которую уже не смогут преодолеть ИНИП. Да, есть Орхид. Тем временем появляется у нас у Инвокера. Наконец-то. Двадцатая минута ровно. И привет, привет. Сразу же говорят у нас Иэносом Феном. Браво, Empire. Это тоже деклассирование просто. Да, да. Empire играет просто феноменально. А вот что позавчера, что вчера, что сегодня Empire играет на... Ну, немножко ИНИП расклеились. Я тебе вот что скажу. Потому что этот Эмбер в миде у него, если что, Netforce не намного-то меньше, чем у того же Инвокера. Ну, вы посмотрите на Doom с Axe. Эти два героя сейчас делают всю игру. Ну, да. Мы вот говорим про то, что Axe офигенен настолько, но ты посмотри, что Silent, он ведь тоже времени и зря не тереет. Он постоянно дает Doom, неплохие, да, нужных героев там. Постоянно его выходы к чему-то там позитивному для команды приводит. Нет, Doom шикарный. Конечно, скоро у него 16-й левел, много денег. Ну, со стороны неплохо, что печально все у Квапы, у Квапы тоже будет там когда-то. И вот он. Была попытка зацепить, конечно же, Silent врывался. С Клэпом Ульсы. Такой. Опасный, но он хотел Клэп, Doom, Ульта. Парата приветствует Silent. На него атака, Алоха подымает, Doom на развороте. Очень больно, Йоку не пробил. Ошибается, ошибается Йоку, и это будет стоить многого. Сейчас какая комбинация заклинаний от NIP. Они делают уверенных два фрага и прогоняют оставшихся членов команды. Вот, один раз ты не пробиваешь Axe, и все очень-очень становится сразу невесело и плохо. Два в один. Axe потеряли. И проблемой. Далеко, далеко пошел Юна Сомфен, и мы сейчас должны будут принимать. Хотя, Scorch Earth нет, и, естественно, Квапа... Ох, как хорошо Silent. И за лицо-то запрыгивает. И ульт-аппарата сюда, в Торнадо. Силкид очень битый, и в итоге разваливает Empire Era без маны. Он просто идет бить руками. Так, а тут проблемки. Silent. 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 Идет дальше. Level DS. Resolution. Вот, накинул. Silent пытается сделать апаут. О, такой Cold Snap! Боже, этот Cold Snap от Resolution! Это просто жесть, чувак уже замахивался! Да, это очень крутой микромомент. Это реально крутой-крутой-крутой микромомент. Я тебе скажу больше. Небольшое количество игроков способны на подобные вещи. Это на интуитивном уровне уже делается. Тут Роман, конечно, просто зацарит по-другому. Никак! Тут Роман не только зацарит. И не успеет. Он будет спеть в этом. Или успеет. Era? Просто Era должен сгореть. Да, отлично. Алоха поднимает. Алоха ворует. Алоха еще что-то ворует. Алоха расготовается. Там у Квапы мана уже тем временем закончилась. Но Алоха тут потеряет, скорее всего. Хотя... Походим Йопу. Йопу. Загрил. Эйп Мазер. Эйп Мазер. Раз. Срезали. Ну и что там же? Тамбу-тамбу. Быстренько срезать. Еще пару подачек. И все. И дальше можно идти спокойно воевать. Потому что там нет ни Эмбера. Йопу ждет пока длинка. Ни Эсту Бека. Дом. Вот он. И слэмдан. Вот так вот. Три героя погибают. Два из них. Это Кор-герои. Хотя Эмбера с таким забаком я бы побоялся гордо окрестить Кор-герой. Это Артизи Эмбер, скажем. Да, да. Тот самый. Тот самый Эмбер. Блин, мне нереально нравится игра Эмпайр. Во-первых, мне очень нравится этот финал. У нас 43 фрага за 23 минуты. Это нехило. Катка такая лютая. 8000 нетворца. 9500 экспириенса. Эмпайр 1-0. В одном шаге они от гранд-финала. Ну вот ты посмотри на этого Дума. Дум уровень 18, в то время как остальные там 14, 13, что-то там 8 Дазл. Вот 8 Дазл и 18 Дум. Не зря Сайлент идет сейчас на турнире на первом месте по среднему КПМ. Не, ну они там с Ильей и с Эрой вроде нормально. Соревнуются. Да, Эра на первом, а Сайлент чуть-чуть отставал. Ну вот тут, я думаю, догонит и перегонит. Вот он, собственно, Дазл. Приветствуем его. Там просто Аганим готов у Йоку. И поэтому... Ну и уже бета. Да, что там трэш-холд уже 450 хп. 450. Аганим не только у Йоку, Аганим и у Сайлента уже есть. Да, поэтому Аганим просто кидается сейчас в Бристалбека. Ну, если он будет сильно надоедать. И все, этого героя нет. У Квапа, в принципе, она может, конечно, ультануть. Она, конечно, неприятная, но это такое. Ну, тут Йоку, мы видим, обыманных хватало. Квапа 12 уровень, да. Квапа 12 уровень, 390 урона. Сейчас, например, для Акса они вообще погоды не делают. Точно так же, как они не делают абсолютно никакой погоды для Сайлента. У него реген хороший и 2500 хп, если что. Ну и мы понимаем, что у него имеется Аганим. Так что, в принципе, тот, кого задумят, он живым не останется 100%. Разве что это будет просто дум в Бристалбека, который тут же убежит. Так в том-то и дело, что Бристалбеку невыгодно вроде бы убегать. Да, вдвойне он, типа, милишник, мог бы подраться с руки. А если он дерется с руки, то дум на нем не заканчивается вообще никогда. Так что тут слишком все плохо для Итмазера. Все завязано, конечно, просто шикарно. У Импайр. Да, у Империи как-то слишком много контры, как по мне. Реально слишком много контры. Плюс еще этот инвокер, который вот просто затычка везде. Вот везде, чего не хватает, есть инвокер. Итак, Алоха прыгает, поднимает тампу. Будет что-то бороться. Торнадо! Ой-ой-ой, как тут все круто! Акс даже замахнулся не успел. Но Алоха погибнет. Хорошая тампа стоит. Йоку идет подраться, но очень медленно. Он тоже умер. Очень медленно идут раться. Проблема в том, что Эра горит. Эра умирает сейчас. Тампу нужно поломать. Тампу как раз-таки ломают. Сейчас ребята, Сайлент живет. Смотри, как долго он живет. И теперь умирает. Это 3-3. Акс прыгает на Ханскина. А тут что-то не крутится он. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот теперь крутится. Теперь одного скрутил. И еще. Четвертая горелка. Это очень больно. Это реально больно, даже если ты какой-то обрестал бэк. Ну что, кто кого? 625 трешков. И еще один удар. И можно заканчивать, да. Ну и вот она выигранная драка. Просто вот видишь, сейчас, если бы не было такого адского перефарма у Империи, они бы, скорее всего... Эту драку выиграли не пык. Ну, как сказать, выиграли. Да, по деньгам. И по деньгам, да. Да, да, да. И по XP, и по деньгам. 3-5 Ниппы драку выигрывает. Несмотря на то, что они убили только трех. Они из Думы, кстати, нормальный стрик сорвали. Там у него мега килл был. Да, у него мега килл. За него там пятериков нахватались, ребята. Очень хорошо по деньгам. В любом случае победили все равно. Эмпайр. Начало было феноменальное. Очень классно зашли Ниппы в спину. Поймали моментально инвокера, который дал свое торнадо. Да. Плавя поймали, который дал свой ультимейт. Но в том-то дело, что они их поймали уже после того, как дали ультимейты. Итак, в ХРС будет пытаться убить Силкида за время действия Орхида. И грейв. Ну, там будет грейв, но, естественно, дп аут. А почему он ушел? А, потому что... Нет. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Так вот, что хотел сказать. Хотел сказать, что если бы не было такого адского перефарма в Империи перед той дракой, они бы ее, скорее всего, проиграли вообще. Потому что... Ну, ты видел, на каких-то моделях там все пооставались. И все очень хорошо. У них к тому моменту уже было там 1012, наверное, перебака. И тем не менее. Ну, сейчас уже как-то слишком много. Ну, это просто... Ну, у вас такого уже отыграться тяжело. Тут уже и драку как-то там не выиграешь на халяву. Там драка была вроде неплохая для Нипок, потому что два милишника застряли в узком проходе к тому моменту, когда уже тамба достаточно долго стояла. И поэтому... Ну, они очень медленно перемещались. Для Бристолбэка это, естественно, приятный момент. Ну, сейчас... Видим, что и у Квапы, наконец, начинает хоть что-то появляться. Возможно, хоть какую-то опасность сможет создать Эмбер. Это просто кусок мяса сейчас. И как мы понимаем, как Эмбер, видимо, понимает, что ему нужно нечто антиинвокерное, да, грубо говоря. И поэтому урона у него не будет совсем. У него по-прежнему не будет никакого дэмэджа. Продолжаем наблюдать. Резолюшн. 0-3-11 по-прежнему, кстати, место та. Что-то до сих пор никого убить не может, бедняга. Ну, хотя бы 11 ассистов и трушин весьма неплохо. Ну, Акс хорошо настрелял. Акса 16-5-6. У Дума там тоже 8-2-13. Эти ребята навалили. Там нормально. Шива, кстати, появится с Кросс Айлентом. А у Мадра ничего пока нового нет. Ну, хотя Кирас, Авангвард. Ну, блин, ну что у Мадра? Что может, то собрал. Как бы что-то надо же придумать. Это все заканчивается одним броском Дума, по сути. И все. Просто в предыдущем замесе там Эра под Дум встрял. А если бы Дум кинули на Бристалл Бэка, который наиболее опасен на данном этапе, то, скорее всего, Бристалл Бэк бы совсем ничего не сделал. И до конца драки он так бы там и не остался. Как он не остался. Да. Догибает у вас Рошан. Зашли быстренько в Смоуки, забрали НИП этого самого Рошана, чтобы, не дай бог, там Эмпайр как-то вовремя туда не подбежали. Мимара Дзюль не попадает. А вот тут Эйк Мазру будет неприятно. Тут Эйк Мазру будет... Неприятно, я на Сон Бену, я тебе так скажу. Который взошел. Он еще и в замес прыгнул. Но у него Эггит, так что он может рисковать. Сайлент на развороте пошел. Сайлент не знает, кого задумить. Сайлент по-прежнему не знает, кого задумить. Сайлент очень больно. А Акс. Акс пошел, силки первый пошел. Там, тут Ханске покипает. Еканске тоже здесь умирает. Слушай, прилетает обратно Эмберспирет. Ну, а люди помнят, что там еще Акс есть? Вообще. Ооооу! Алоха! И еще один сверху. И тут еще «Ёнасом Фэн» появился второй раз. Но сдувают, наконец-то. Эмберспирет. Эмберспирет, и остается только квапа, который там снизу мансилла, мансилла, дойдя не за мансилла. Если что, только что Сайлент дал дум. Драка шла 30 секунд. Он дал дум, хлопок, когда вот это снизу было. Но он, который уже, типа, мертвый, она была? Да. Не, ну она была, умерла бы. Да, да, минус 5. Ну, в этой драке, конечно, просто хайлайтища вытворяет у нас Алоха, который, за которым гонятся, дает ультимейт, он порой и по-троим разваливает. Ну, 0-5, и я думаю, мы уже понимаем, кто у нас будет играть в град-финале завтра. Да, все идет именно к тому, что команда Empire, если вдруг совсем уже сильно не расслабится, а просто хотя бы пройдет еще не менее эффективный замес, то именно они попадут на... Не, ну, такие игры закидывать могут только Virtus.pro, скажем так, да? Ну, или Atsus Polar. Ну, на полном серьезе, только они умеют закидывать вот 25 тысяч. Потому что... Ну, я видел эти игры, наверное. И причем желательно, когда играют друг с другом. Вот, ты помнишь ту игру, да? Virtus.pro Polar против Virtus.pro на Dreamhack. Вот, вот там вот показатели... Нет, там же Cloud9 играли. Разве? Да, там Cloud9 играли, точно, точно. Я помню это извращение. А-да-да-да-да-да-да. Там многое сирено было, которое сделало нереальный камбэк, а потом также нереально его слило. Вот, ну, говорю, мало таких команд есть, но они могут. Ну, такой Empire на моей памяти еще не заливали. 25 тысяч XP, 23 с половиной тысячи голды преимущества. That's way too much. Так, самую малость. Преимущество по всем параметрам уже на стороне команды Empire. Опять же, этот Doom, он просто бешеный, он уже на 5 уровней обгоняет ближайшего преследователя. Там 16-ый Брестовый, 21-ый Doom. Ну, Айрат, конечно, дает жару углу. Во-первых, капитан команды. Во-первых, его пики он абсолютно в каждой игре из 6 матчев перепикал своего соперника. Там он даже, кстати, убили. Ну, а тут Парижин что-то умер, он варды шел ставить, его убили там. Ну, да-да-да. Тут, конечно, сложно найти Квапу. У Аллоки, кстати, Sonic Wave имеется. Да, до сих пор. Между прочим. Если что. Можно драться. Акс! Здравствуй, друг! Привет! И вот он, Sonic Wave к Квапу. Разбивает тамбу у нас Резоль. Сайлент очень больно. Акса нету. Вот он, Акс прыгает. Первый пошел. Распрыгивается Эра. Акс подняли двоих. Акс ждет, пока персерка Элтку таунится. Ханскев пытается уйти. Ну, тут недолго осталось. Еще один ульт сверху. И остается только Эра под Сайлентом, которого даже не успел он забрать ультой. Тем не менее, трипл килл. Очередной раз. 21 фраг уже у Йоку. И приобретает он себе Тараспу. Его теперь убить вообще невозможно. Ну, 3000 хп. 20 брони. Вот просто статической. Я не говорю, да, про то, что там еще есть... ГГП! Team Empire, финалисты. У Сайлента вот сейчас такое выражение лица, как будто он только что покушал. Ну, типа покушал. Ладно, спасибо. Все, я пошел спать, ребят, сори. Мне финал завтра там. Смотри, и у Флая такое лицо. Как будто вот ничего не произошло. Даже Алоха, который вроде бы... Вообще первый раз на Лане. Вот на Старладере, да? И вот так, типа, все нормально, все нормально.